Кто еще, как они, умеют танцевать народные танцы? Этому мастерству воспитанники детской хореографической студии «Мозаика» учатся не один год. Набор в студию начинается с пяти лет, и до окончания школы ребята проходят целый курс обучения, который включает в себя ритмику, партерную гимнастику, изучение разных видов танца. Коллектив у нас работает в народном направлении, и мы ставим танцы разных национальностей. У нас есть и русские разноплановые номера, есть номера в современной обработке русские, есть и армянские номера, и молдавский, греческий. То есть мы практически работаем, как танцы народов мира ставим. А началось все 25 лет назад по инициативе директора Московского куксогазового завода Юрия Тимофеева, который на одной из конференций увидел большой танцевальный коллектив и дал задание создать в нашем районном доме культуры подобный. Начали искать лидеров, руководителей, которые бы такое детище свое, как за свое боролись. Вот мы нашли, и начался процесс обучения. И уже через два года коллектив получил звание образцового. Ни одно поколение видовчан росло вместе с мозаикой. Для тех детей, которые желали продолжать заниматься танцами и после окончания студии, был создан ансамбль «Видновчаночка», который сейчас блистает на просторах Ленинского района и Московской области. Софья Иванова – одна из тех, кто мечтает попасть в ансамбль. Я упорно занимаюсь, стараюсь не пропускать. Если пропускаю, то только по уважительным причинам. Я смотрю в интернете, я читаю про это книги, и мне нравится дома заниматься тоже. У меня условия есть. Сейчас студия насчитывает порядка 50 танцевальных номеров, в которых используются яркие красочные костюмы. Мозаика всегда была и остается местом, где дети могут получить высокопрофессиональные навыки народного танца. И в случае с этой студией – 25 только начало. Юлия Погосян, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.